здравствуйте друзья хороший погожий весенний день мы едем на стройку посмотреть что же там все-таки происходит еду вы спалал то посмотреть какие там у нас подвижки произошли и мы посмотрим на них чуть позже а сейчас мне хотелось бы поговорить вот на какую тему сегодня получила email от нашего structural инженера который посмотрел наши чертежи а нам нужно чтобы он посчитал расчеты какие нужны для опор чтобы этот дом не развалился в соответствии с требованиями вот и значит он спрашивает хочу ли я делать conventional roof или truss roof ну я не знала так точно что это такое пошла посмотрела на интернете оказывается что выясняется можно сделать крышу под конкретный дом то есть приходят те же самые фреймеры такие ловкие мексиканские ребята которые вообще с роду эквилибристом в цирке надо просто видеть как они работают как они ходят по этим стропилам вообще без страховки без ничего лазают там довольно таки высоко вот и они значит на существующий вот фрейм стен до в соответствии чертежами с расчетами делают крышу и тогда это называется conventional roof то есть грубо говоря все кастомизировано вот как у тебя стенки получились вот такую крышу тебе сделают согласно расчетам и чертежам а есть так называемые трассеров и это что-то отдельное значит что это такое есть большие заводы с техникой с оборудованием которые в состоянии всю эту крышу сделать на месте у себя на заводе погрузить ее на специально передвигающиеся устройства привести на место и с помощью кранов одеть как шапочку на построенный дом и как ни странно вот такая крыша сделанная на заводе на фабрике она оказывается немного дешевле в производстве потому что у них там отлаженное производство у них есть стандартные какие-то заготовки чем кастомизировано делать на месте каждую крышу очень просто значит вот можно заказать такую трасс-руф и тогда на нее и он меня в сообщении спрашивает наш structural инженер а что это самое что если там если это будет conventional roof то это будет стоить там одну сумму а если это трасс-руф то это будет его расчеты будут стоить такую сумму ну и плюс при изготовлении трасс-руф дешевле я должна выбрать но вопрос в том что у наших знакомых которые строили дом вот они заказали такую трасс-руф польстившись на то что она дешевле но вы же знаете что настройки это как на войне что стройка в чертежах написано одно а на деле получается совсем другое а вот в моей стройке в нашем собственном доме там эта девушка ошиблась настолько что там у нее получился угол наклона крыши поскольку мы пристраивали дом существующему дом не такой как у всей остальной крыши у дома то есть это бы выглядело чудовищно просто в чертежах вроде бы все посчитано правильно но она где-то ошиблась да и все мы люди человеки и все мы ошибаемся и вот крыша получилась неправильно в тот момент выяснилось когда уже эти вот ребята уже укладывали эту всю крышу и там положили здоровенные такие балки на которых эта крыша должна лежать и потом упс у них не получилось то есть им пришлось часть крыши разбирать мне платить дополнительные деньги за переделку и значит подгонять это все на месте под правильные размеры но это у нас была conventional roof то есть она заранее была сделана так что мы будем все делать на месте а вот если ты свяжешься с трасс руф до трасс руф то тогда получается что тебе привезли крышу как шапочку собранную уже да а потом одеваешь на дом она не сходится вот где-то не соответствует опорные эти точки друг другу и что ты будешь делать и вот мой знакомый который строил дом ему пришлось вот этот раз руф разбирать все по щепочкам и потом пересобирать ее уже кастом и конечно ему это стоило уже намного намного дороже чем он сразу бы делал conventional roof где все делается в соответствии с его домом а вот и вот такая вот вы получается история значит я сказала что я лучше заплачу дороже да пусть он мне посчитает все на наш дом конкретный на нашу conventional roof потому что мало ли что там будет мало ли что никто не знает все думают что все считают все правильно а на самом деле получилось как получилось вот и мы будем эту крышу собирать на меньше на месте не будем гонять туда этот сам подъемный кран который все это будет устанавливать вот мы идем по более безопасному пути может быть не такому это самоэкономичному но будем все-таки стараться держать руку на пульсе нашей стройке вот это такая вот история я хотела бы с вами поделиться а попозже мы приедем в исполалка и посмотрим что же у нас там творится ну вот друзья мы тут видим некоторые подвижки у наших соседей они наконец-то весь свой хлам с красной палаткой убрали и такое впечатление что они вообще собираются выезжать что для нас конечно очень хорошо хотелось бы чтобы там поселились чистые соседи без хлама без мусора потому что у нас ну хочется чтобы была улица приятная он у них сколько хлама всего это уже третий контейнер который они вывозят из дома трудно себе представить сколько там всего было в этом доме а у нас уже тоже изменение вот у нас дом уже покрашен я думаю первым слоем краски мы выбрали такой очень спокойно чуть зеленоватый тон вот и первый код уже покрашен на гараже ну конечно опять они все перепутали я просил дверь тоже закрасить даже не хочу чтобы она выглядел как гараж хочу чтобы выглядел как домик потому что это и есть домик значит вот гаражная дверь будет покрашена таким же цветом как дом а сами двери будут покрашены таким достаточно контрастным цветом ну чтобы все-таки это было как-то красиво но вот снаружи у нас вот такие вот подвижки кустики растут нельзя сказать чтобы они как-то сильно закрыли забор не обещали вообще что они за полгода закроют и станут стеной но они такие веселенькие хорошенькие симпатичные но и высокие все-таки хотелось бы чего-то получше вот а вот с этой стороны дом покрашен с этой стороны еще нет не знаю насколько это будет видно на съемке вот а здесь вот наша пристройка уже какая симпатичная стала уже явно видно большая красивая пристройка за ней дверь стеклянная и теперь сразу видно что это не все-таки фронт дорож что это все-таки задняя сторона дома что довольно таки хорошо вот колонны эти я попросила чтобы не их делали немножко пошивере чтобы они соответствовали колоннам вот там со стороны входа чтобы была какая-то одинаковая последовательность так с крышей тут у нас еще видите там лежит тарт еще не они закончили с крышей ой ступенечку сделали здесь сделали ступенечку теперь сюда можно заходить в дом что тоже очень прикольно ступенечка культурненько все что-то положили вроде новую но так как это ободрана как будто очень старая но будем надеяться что так и надо все вот сейчас пойдем посмотрим как наша ванна смотрится изнутри ну вот мы имеем нашу вот эту заднюю дверь всю стеклянную мы закроем снаружи все-таки решеточкой чтобы можно было ее открывать и проветривать это помещение и закрывать просто на решетку а вот тут у нас образовался шкаф вот эта дверь шкаф такой хороший приличного размера шкафчик в нем у нас будут полочки вот это будет сторич потому что в этом доме нету таких особых шкафов вот единственно шкаф мы построили у входа и здесь а вот это вход наш новоявленный басрум вот уже тут появились стеночки вот кое-что тут видно вот уже стоит ванная потолок они закроют он получается немножко наклонный чуть-чуть но вполне приемлемо очень нормально все нет ощущения что он такой уже низкий и давящий вот а сюда у нас значит станет вените и туалетик он такой будет дополнительный басрум вполне очень даже себе ничего вот это наш вот еще один басрум который изначально существом идут немножко попросторнее вот ну ничего ничего все так хорошо мы повесим такое же зеркало и такой же кабинетик вы все ничего ничего вот какие у нас новости тут в комнатах вот они уже эту стенку заделали стенку заделали здесь выключатели ну что все так она движется хотелось бы поскорее конечно уже все закончили потому что в принципе уже только вот этот басрум доделать и грязь это убрать ну и финиш там кое-какой сделать и всего можно двигаться вперед что тут на потолке какие пятна грязные но все ничего все ничего движемся движемся до заветной цели чтобы уже можно было закончить вот здесь стоит у нас обогреватель очень даже себя компактненько стоит симпатично там где остальные обогреватели которые не поставлены в этой ванной тоже должен быть такой обогреватель где они хранят ничего мне не известно здесь никого нет чтобы спросить ну хорошо ладненько